Налоговая служба Через боксы Эти боксы будут установлены Уже при входной группе Каждой инспекции Уже начиная с 6 апреля И до особых пока указаний Прием и обслуживание наших налогоплательщиков В инспекциях будет осуществляться Исключительно по предварительной записи Которая будет происходить На сайте ФНС России www.nalog.ru С помощью сервиса онлайн запись На прием в инспекцию Мы просим наших налогоплательщиков С пониманием отнестись к данной ситуации И по возможности Ограничить посещение наших инспекций При том, что Практически все вопросы Но большинство из этих вопросов Вы можете решить дистанционно Через сайт нашей службы Воспользовавшись интерактивными сервисами В настоящее время На сайте нашей службы функционирует Более 50 интерактивных сервисов Практически для всех категорий налогоплательщиков Это и для физических лиц И для индивидуальных предпринимателей И для юридических лиц Хочу отдельно отметить Взаимодействие наших налогоплательщиков Через личные кабинеты Сегодня на сайте у нас функционируют Три личных кабинета Для различных категорий налогоплательщиков Это физические лица Юридические лица И индивидуальные предприниматели В настоящее время У нас идет декларационная кампания И в основном физические лица Сейчас активно посещают нашу службу Для того, чтобы представить наш адрес Декларацию по форме 3НДФЛ И заявить имущественные Или социальные вычеты Которыми в принципе Они на основании законодательства Могут воспользоваться Так вот В этом личном кабинете Значит очень много функций Включая функцию сдачи декларации В любое время В любой день Гражданин может получить Определенные услуги Оказываемые налоговыми органами В электронном виде Не обращаясь лично в инспекцию На сегодняшний день К этому сервису подключено Более 130 тысяч Жителей нашей республики Этот сервис позволяет Получить актуальную информацию Об объектах имущества И транспортных средствах Суммах на численных И уплаченных налоговых платежей Наличие переплат И задолженности по налогам Также контролировать Состояние расчетов с бюджетом Получать и распечатывать Налоговые уведомления И квитанцию на уплату Налоговых платежей Оплачивать налоговую задолженность И налоговые платежи Заполнять декларацию По форме 3НДФЛ Направлять ее в инспекцию И отслеживать статус ее проверки Налоговым органам Просматривать А при необходимости Распечатывать справки По форме 2НДФЛ За последние три года И обращаться в налоговые органы Без личного визита В налоговую инспекцию Подключиться к этому сервису Можно одним из трех способов Во-первых Это обратиться в любую Налоговую инспекцию Для получения логина И первичного пароля При себе необходимо иметь Удостоверяющую вашу личность Во-вторых С помощью усиленной Квалифицированной электронной подписи Сертификат проверки Который выдан Удостоверяющим Центром Минкомсвязи России И в-третьих С помощью реквизитов доступа Выданных для входа На единый портал Госуслуг По аналогичному принципу Работают и личные кабинеты Юридического лица И индивидуального предпринимателя Также через сайт налоговой службы Можно осуществить И уплату налогов Бесплатно получить сведения Из ИГРУ и ИГРИИ О конкретном юридическом лице Индивидуальном предпринимателе В форме электронного документа Подписанного электронной подписью А также ознакомиться С различной справочной информацией И многое-многое другое Помимо предоставления Интерактивных услуг На сайте нашей службы Важным каналом взаимодействия Налоговых органов И налогоплательщиков Является телефонная справочная служба Номер телефона вы видите на своих экранах Этот телефон единого контакт-центра Нашей службы работает в обычном режиме По номеру телефона Который сейчас здесь у вас указан Все граждане могут получить Разъяснение по налоговому законодательству Звонки принимаются в рабочие дни С 9 до 18 часов По вторникам и четвергам С 9 до 20 часов Кроме этого хочу сказать Что в нашем управлении В управлении Федеральной налоговой службы Почеварской республики А также во всех территориальных органах Нашей республики Созданы ситуационные центры Вся поступающая информация А это обращение от граждан Либо мы видим тот анализ Который мы анализируем Исходя из тех данных Которые уже имеются у налогового органа Она будет проанализирована И своевременно доведена До ФНС России И органов исполнительной власти Нашей республики Для возможного оказания Необходимых мер поддержки Мы готовы сообща Решать возникающие У наших налогоплательщиков Проблемы И поэтому Еще раз обращаюсь К нашим налогоплательщикам К нашим гражданам Если у вас возникли Какие-либо проблемы Обращайтесь В единый контакт-центр Либо в ситуационный центр Нашего управления Мы всегда готовы вам помочь Редактор субтитров А.Семкин